Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире проект Союз Онлайн. Сегодня все наши передачи посвящены Александра Невскому братству Санкт-Петербурга, поскольку февраль это особый месяц для братства, для братчиков и для братчиц, в частности 1 февраля это день основания братства, оно связано с трагической гибелью священномученика Петра Скипетрова и также в этом году братство празднует 100-летие со дня основания, а также 10-летие со дня воссоздания. И сейчас мы поговорим с одним из братчиков, с руководителем Ленинградского областного отделения Александра Невского братства, с Николаем Витальевичем Ивлевым. Здравствуйте! Добрый день! Николай Витальевич, вот сейчас мы стоим около памятника, который как раз посвящен новомученикам-исповедникам российским, вот установлен он был в 2005 году здесь на территории Лавры? Да, действительно, в 2005 году этот памятник был установлен новомученикам и исповедникам российским, но он установлен и священникам, и мирянам, которые приняли свои муки за веру, за православие. Да, спасибо. Николай Витальевич, и вот в этом году 100-летие братства отмечали 1 февраля, вот не так давно, и многим братчикам вручали вот такие статуэтки, которые у вас в руках. Расскажите, что она из себя представляет? Ну, вы знаете, в этом году 1 февраля действительно у нас был начало празднования, мы его будем 100-летие братства отмечать весь год. На самом деле 1 февраля это и трагическая дата, и в этот день в Лавру приехали красноармейцы и с распоряжением Калантай. Жители раздались в колокольный звон, на крест лежащие православные собрались в Лавре, чтобы защитить Лавру. Ну и отец Петр вышел защитить и Мирян, и Лавру, и получил пулю. И на самом деле в этом году, празднуя, мы думаем о символике, которая была бы вот символична, естественно, этот памятник и был выпущен вот такая небольшая статуэтка, ну, стилизованная, естественно, под 100-летие братства, которой награждаются в этом году наиболее отличившиеся братчики, ну, не только братчики, но и сочувствующие нашей работе, которые внесли свой клад в дело братства, в дело защиты веры православной. Да, Николай Витальевич, опишите, пожалуйста, что здесь изображено, я знаю, что этот знак каждый участник носит? Ну, здесь на статуэтке действительно помещен значок Александра Невского братства, он выдается один раз за историю членства братства, и получается из рук Владыки Назария на общем собрании, то есть каждый вступающий, он получает вот такой значок, который специально выпущен. Терять его, в общем-то, не рекомендуется, дарить тоже, поскольку это символ принадлежности братству. Других удостоверений у нас нет. Да, нужно отметить, что Владыка Назарий, епископа Кронштадтский, а также наместник Александра Невской лавры является руководителем Александра Невского братства в настоящее время. Ну, вы знаете, собственно, по инициативе Владыки Назария, епископа Кронштадтского, 10 лет назад было возрождено Александра Невского братства, и оно уже возрожденное братство в этом году. У нас тоже небольшой юбилей, 10 лет. Мы как бы празднуем столетие всего братства с момента его основания и десятилетие возрожденного братства. Спасибо, Николай Витальевич. Дорогие братья и сестры, мы продолжим беседу об Александра Невском братстве в следующих включениях передачи «Союз онлайн». Оставайтесь с нами. Анастасия Лобода и Олег Сергушев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова